В Манчегорске определилось будущее важного социального объекта – городской бани. Она не работает уже около двух лет, что, конечно, сильно огорчает любителей легкого пара. Этот вопрос с представителями общественных организаций и предприятий города Металлургов обсудил в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Чибис. За полчаса жители Манчегорска успели задать главе региона около десятка вопросов о самых разных сфер жизни. Все они зафиксированы, по ним будут сформированы соответствующие поручения, сообщили в региональном правительстве. Что же касается бани, то Андрей Чибис заверил манчегорцев в том, что проблема решается. Уже найден заинтересованный собственник, который в скором времени приступит к ремонту помещения. И хочу вам задать вот такой вопрос. Еще в апреле 2020 года вы сказали, в городе памятник. Но ведь народ уже два года без бани находится. Я считаю, что надо вопрос решать в своевременно. Это не муниципальный фарм. Это баня, который принадлежит частного собственника. И который просто посчитал, что все, на этом хватит, экономики. Сейчас нашли долг действительно на рискале того, кто это возьмет и запустит при помощи муниципалитета. Больше 20 лет назад хорошо знакомое всем манчегорцам здание было приватизировано частным собственником, который впоследствии решил закрыть предприятие и выставить на продажу. Поэтому единственным решением вопроса дальнейшего существования бани было участие нового инвестора, поддержать которого готов крупный бизнес. Мы имеем возможность, мы с инвестором уже проговорили, помочь ему грантовым финансированием. Мы все знаем, что и в Манчегорске, и в Печенском округе достаточно много проектов реализовано при поддержке норильского никеля в виде грантов. Так называемая программа «Наше социальное предпринимательство». И, соответственно, мы с инвестором этот вопрос уже обсудили. Одним из факторов принятия решения о покупке этого здания является программа, которая действует в Манчегорске при поддержке норильского никеля. Здание простояло без отопления более двух лет, что не лучшим образом сказалось на конструктивных особенностях строения. Сейчас ведется оценка состояния, чтобы понять объем работ. Важно, что баня меняет собственника, а не свое назначение, уверяют представители инвестора. Назначение использования помещения не поменяется. Это не обсуждается. Это останется именно таким комплексом, банно-спортивно-оздоровительным. В планах у нас еще построить небольшой маленький аквапарк. Поэтому я вам гарантирую, как собственник будущего этого помещения зданий, этого нового направления бизнеса, назначение помещения не поменяется. Для того, чтобы планы, в том числе и по постройке мини-аквапарка, сбылись, инвестору необходим дополнительный участок земли рядом с баней. Навстречу потребностям нового бизнеса пошли в Манчегорск водоканале. И вот та территория, которая находится сейчас, принадлежит на правах аренды Манчегорского водоканала, мы провели ряд переговоров, да, посмотрели, чтобы это не приносило ущерба к самому предприятию и пользу для развития в дальнейшем самого банного комплекса, мы готовы пойти на переуступку части земельного участка для дальнейшего строительства именно дополнительных как сооружений. О сроках открытия новый владелец пока не говорит. Сначала надо определить объем работы, провести ремонт, обновить оборудование и коммуникации. Но дело сдвинулось, а значит, здесь снова будет звучать греющее не только тело, но и душу, пожелания с легким паром.